Всем привет! Запускаю новую рубрику Разбор полетов. В этих видео я буду пытаться анализировать логи прошивки Arduplane. Как оказывается, многие, кто летает на прошивках Arduplane, не знают, куда на логах смотреть, куда тыкать и что там вообще смотреть. Эти видео будут больше в формате не смотреть, как надо делать, а попытки наоборот разобраться, возможно, с вашей помощью. Кто-то может подкинуть какие-то новые идеи, а кто-то почерпнет эти идеи от меня. Итак, поехали. В первую очередь я хотел проверить, как будет лететь самолет на штатном трехлопастном пропеллере 353. Как оказалось, пропеллер слабоват даже для 3С. Самолет еле взлетел. Отлетев от себя буквально на 100 метров, словил фейлсейв по управлению. Аппаратура у меня R9M, мощность стояла 100 мВт. Этого я, конечно, абсолютно не ожидал и маленько подрастерялся, не знал, что делать. Самолет набирает высоту 100 метров, как и положено, по алгоритму возврата домой. И также согласно алгоритму начал нарезать круги в режиме сёкол, то есть приземление я ему не поставил, чтобы он начал приземляться по окончанию возврата домой. Видя, что все относительно в порядке, решил попытаться поднять мощность передатчика до 500 мВт. Это дало эффект, и я смог достучаться всё-таки до полётного контроллера, до приёмника, сменить режим и попытаться его подтянуть к себе поближе. Когда я его подтянул к себе поближе, связь стала более устойчивой, и мне удалось его посадить. Как оказалось, причина была в том, что отошёл разъём приёмника R9MM. Прямо в поле получилось его починить, прикрепить и новый взлёт. Вообще, основная цель у меня была попытаться его проавтотюнить при настройках Auto-Tune Level 7 и Auto-Tune Level 8. Начал, конечно же, с Auto-Tune Level 7. При разлёте он у меня зачётно помахал крылышками. Давайте посмотрим этот момент на графиках, что там будет видно. Так, загружен этот файл журнала. Первое, что смотреть, от чего отталкивается, это раздел ATT и DEATH ROLL, так как у нас были махания по ROLL и ROLL. Увеличиваю график и вижу как раз вот эту пилу, когда он махал крыльями. Тут у меня пресеты маленько заготовленные. Давай вот их загружу, то есть у меня отцентрованы. Да, кстати, по поводу программы, в которых можно смотреть логин. Их две. Это Mission Planner и APM Planner. Что-то удобнее смотреть в Mission Planner, а что-то в APM Planner. В данном случае я использую APM Planner за его такую потрясающую возможность Advanced Scaling. То есть я могу любой график отмасштабировать как мне угодно. В данном случае параметры масштабирования следующие. От минус 45 до 45 градусов. Отлично. Видим, что самолет махает крыльями. Но из-за чего это? Следующее, что можно посмотреть, это параметр PID R. Тут есть следующие графики. P и D составляющие PID регулятора. И выглядят они следующим образом. Я их, пожалуй, отмасштабирую. Объединю в одну группу, чтобы они были одинаково отмасштабированы. Так, дай-ка играй. Именно цвета сменю, потому что все сливается. Пускай будет темно-синий. Да. Вижу, что максимальный расспрос от 50 имеет показатель D. Что это может значить? Это может значить, что параметр D у меня был завышен. Но, с другой стороны, больше такие осцилляции нигде в логе у меня не встречаются. Даже там, где активно работал с тиками во время автотюна. Или просто управлял самолетом. Такого не было. Ну, тут не надо смотреть. Тут он просто лежал на машине, и его ветер колбасил. Вот. Больше не было таких дерганей. Я принялся копать дальше. И, похоже, что-то накопал. Сейчас я уберу P и D. И выведу следующие величины. А это именно воздушную скорость. То есть, синтетическую воздушную скорость. Поскольку датчика воздушной скорости у меня нет. Датчика воздушная скорость. И выведу скорость по GPS. И уровень газа. Трутал аут. Что видно? Запускал я его с высоким уровнем газа 80%. И скорость он набирал очень быстро. Как видно, в момент, когда он начал дергать, скорость по GPS была в районе 60-70... около 70 км в час. Что, в принципе, и видно по ОСД. Но при этом, воздушная скорость была очень низкая. Синтетическая воздушная скорость. Она была в районе... 3-4 метров в секунду. Это 15, примерно, 16 км в час. То есть, разница огромная. И как только воздушная скорость стала как-то коррелироваться со скоростью по GPS, эти осцилляции, махания, они пропали. У меня складывается впечатление, что скалирование ПИДов привязано именно к воздушной скорости. То есть, воздушная скорость низкая, и коэффициент этих ПИДов был намного больше. А реальная скорость была намного больше. В итоге, ПИДы получились на выходе слишком высокие. Опять же, повторюсь, происходит именно в момент запуска, когда инерциалка еще нормально не работает. Баг это или фича, я не знаю, но с ней приходится мириться. Поскольку ПИДы сильно занижать неохота, потому что в основном самолет ведет себя очень-таки прилично. Вот такая вот находка. Немножко полетав, решил все-таки запустить автотюн. Если кто не знает, автотюн на самолете выполняется следующим образом. Включается полетный режим автотюн. И далее необходимо отклонять до крайних точек стики по ПИДу и по Роллу. Необходимо совершить как минимум 15-20 таких колебаний. Сначала по одной оси, потом по другой. Также необходимо следить за текущей скоростью самолета. В идеале, чтобы именно воздушная скорость самолета была выше скорости сваливания. Потому что если летишь по ветру, то скорость, которая отображается на ОСД, не совсем корректная, так скажем. Все, автотюн по Роллу закончил. Теперь делаю новый заход и буду делать автотюн уже по ПИДу. Вот это я его делал неправильно. Я перестарался и дергал стики слишком агрессивно, не дожидаясь того момента, когда самолет достигнет желаемого положения по ПИДу. То есть необходимо повторять маневры именно с той частотой, чтобы самолет достигал тех положений, которые заданы на окошке настройки параметров. То есть максимальные углы отклонения по ПИДу вверх и вниз. Итак, переходим в логи и смотрим, что же там получилось с автотюном. Сначала тюнил Ролл, посмотрим его. Убираю все лишнее. Что вижу? Во-первых, также вывожу графики Дез Ролл и Ролл, то есть целевое положение, желаемое положение по Роллу и реальное положение по Роллу. Данные автотюна попадают в раздел АТРП. В данном случае П это текущая величина П, которая используется при автотюне. Сейчас я сменю ее цвет. Изначально величина П была равна единице, или даже нет, 0,9. И в процессе автотюна она понижалась. То есть алгоритм считал, что происходит перекабелье компенсация. То есть величина П была слишком большая, и он ее занижал. Также вместо Дез Ролл и Ролл можно использовать Демандед Ачевит. То есть... Ну, собственно, тут, видимо, и кроется объяснение, почему значение П понижалось. Демандед – это та скорость изменения курса, которая была запрошена, так скажем, А Ачевит – это та скорость изменения самолета, которая реальная получилась. То есть это не углы отклонения серф, не углы там в градусах, а это именно скорость изменения угла самолета. То есть хотелось, чтобы она была вот такая, а она получилась чуть больше. Поэтому П понижается. При П равном 0,4 перелет стал значительно меньше. Далее как раз неправильный автотюн по питчу, который я делал. То есть я не давал самолету занять желаемый угол. То есть сейчас выведу график Дез Питч и Питч. Даже вот так вот. Питч Тюнинг. То есть он должен был отклониться до 25 градусов, либо вверх, либо вниз. А по факту он отклонялся максимум на 7 градусов. 7,5 градусов. Примерно так. Из-за этого автотюн по Питчу не сработало слово совсем. Поэтому нужно именно дожидаться того момента, когда самолет сюда примет то положение, которое указано в настройках. В идеале, конечно, чтобы это делал все автопилот, потому что человек может косячить, как вот я накосячил. Не знаю, почему самолет так именно тюнется, потому что коптер, допустим, он сам отклоняется на тот угол, который ему требуется. А вот самолет приходится вручную крутить. Почему? Не знаю. Сажали самолет и готовились запустить автотюн с параметром автотюн-рэвелл 8. При запуске с высоким уровнем газа снова произошло махание крыльями, как и в прошлый раз. А вот этот запуск прошел укладка. Давайте посмотрим и сравним влоги. Правильно, я что-то сажал. И вот новый взлет. Также вывожу, как и в прошлый раз, Airspeed, Trot Loud и GPS Speed. И смотрю. Получается, вот момент запуска. Так, скорости мы сделаем так, чтобы они были в одной группе. Чтобы нужно было их проследить. Итак, момент запуска. И разница в скоростях между скоростью по GPS и синтетической воздушной скоростью всего лишь 7 метров в секунду. То есть в два раза всего лишь отличается. А в прошлый раз было GPS Speed и Airspeed. А в прошлый раз была разница аж почти что в пять раз. Вот. В пять раз была разница. И в принципе это подтверждает мою теорию, что вот эти вот осцилляции именно связаны с большой разницей между синтетической воздушной скоростью и скоростью по GPS. То есть по реальной скорости. Ну, в этот раз я сфейлил не только автотюн по пичу, но и по роллу. Опять так же слишком резко, слишком часто дергал стиками. Делал это я не просто так. Это был, можно сказать, эксперимент. В прошлый раз мне показалось, что автотюн занижает пиды из-за того, что я слишком медленно, наоборот, двигал стиками. И мне показалось, что алгоритм слишком сильно пиды занижает. Давайте все-таки посмотрим, что так получилось. Получилась следующая картина. То есть, что по роллу я не давал самолету добраться до 45 градусов. Что по пичу? Где у нас пич? Пич, пич, пич. Пич тюнинг. Что по пичу? Также не давал добраться до 25 градусов. Дважды фейл. Пожалуй, на этом и все. Нужно будет еще раз повторить эксперимент, провести правильно уже автотюн на седьмом уровне автотюн-левел, на восьмом уровне автотюн-левел, чтобы понять вообще с каким параметром самолет летит лучше. Хотя он и так в принципе летит неплохо, но хочется выжить из него максимум. Плавного и красивого полета. Вот так самолет летает с текущими пидами. Ветер под конец вечера практически сошел на нет. До этого были небольшие порывы и видно его подколбашивало. А когда ветер совсем исчез, стало видно, что он летает очень плавно. Также в этот вечер я еще выгулил четырехпинтового друга, но это уже другая история. Надеюсь, данный формат был вам интересен и познавателен. Если есть какие-то советы, пожелания, ссылки на какие-то полезные видосы по поводу анализа логов, пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад любому фидбэку. Также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал, чтобы не пропустить какие-то новые интересные видосы. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры